цитадели тоже все население нету так много закоба улучшаем так мир кольцо с бункерами жилье есть блага есть так тут все отлично один безработающий не работающий полуармонеканин переселить куда-нибудь так кто тоже один не работающий так как у менополис 2 курорт тут тоже так добывающий мир столицу ставим тут тоже все в принципе в порядке хотя районов вон сколько можно сделать чё это у нас реликтовый мир тридцатка что вообще такое тридцатка это вообще кайфовый мир как у менополис надо делать здесь так и нам надо в планировщики посмотреть доступны ли нам для терраформации что так совсем какие-то безжизненные миры маленькие что больше нету что ли не знаю не знаю еще получается безжизненных миров нету что ли давай посмотрим расплавленный вот безжизненный например так на что у нас там и тебя бурь ничего не понятно так на флотилию нового назначим кого-то нет и и и и и и и и А с этими, интересно, они будут воевать? Так, мне кажется, надо строить, приняла смерть от рук врагов. Надо, значит, строить какой-нибудь Рой Дайсона там. Ведь это самое важное, минерал это ладно. Покров что-то хочет сохранить, посмотрим. Подождать немного. Так, прыжковые пси-двигатели. Внезапно появляется еще одна мерцающая звезда, но в этот раз мы готовы. Этот инопланетный корабль не похож ни на один из тех, что мы видели в нашей галактике. Когда он пролетает мимо, мы чувствуем сияние разума его экипажа, и их секреты становятся нашими. Прыжковый пси-двигатель как оригинально. Так, что у нас в управлении флотилиями? Двигатель темной материи. Так, возвращение королевы. Возрадуйтесь, дети мои. Те, кто хотел разлучить вас со мной, были покараны по грехам их. Теперь мое внимание снова обращено к тем, кто его заслуживает. К вам и к великим трудам нашим. Мы, не твои дети, великим трудам покараны. Я не желаю зла разумным существам. Но среди вас всегда есть те, кто не хочет слушать. Заблудшие, своевольные, упертые, вечно ищущие способ подорвать мои труды. Эти умы никогда не освободятся от боли, так что лучше покончить с их страданиями сразу. Что ты будешь делать дальше? Предстоит еще так много сделать. Первым делом нужно построить базу, на которой я буду работать. Не нарушайте границ, что я очерчу, и не заходите внутрь. Ваше терпение будет вознаграждено. Я могу многому вас научить. Починитесь мне и вместе мы разорвем этот круг. У нас нет выбора тогда. Умное дитя, я рада в обмен на вашу территорию. Позвольте одарить вас знанием. Хоть никто об этом и не узнает, вместе мы будем творить великие дела. Загадочный шифратор. Ситана на нитовая буря. Идея ситаны вызывает у нас беспокойство, а ее действия наводят на мысли о наличии у нее скрытых целей. Нам нужно выделить средства на то, чтобы выяснить ее истинные намерения, но при этом не навлечь на себя ее гнев. Так, конечно. Про пост ситаны. Мир на нитов. Безжизненный мир. Так, пускай идет изучать. Слабые звенья. Цепочка событий ситаны. Несколько кораблей из состава конвоя покинуло территорию ситаны и теперь направляются к ее космическим форпостам. Атаковав нейтральные суда, мы навлечем на себя ее гнев, однако в ходе такого налета мы можем разузнать важные подробности о замыслах ситаны. Так, это исследуем. Так, давай, где это? Так, а что делать-то? Другой посмотреть? Так, это тоже здесь. Они все три тут. Посмотреть, куда они полетят. Гнев мертвого пророка. Дорогое дитя, тебе повезло найти бесценную безделушку. В твоих руках оказалась голова лжепророка Зарклана. Любопытная вещица, но я не хочу, чтобы она тебя отвлекала. Должно быть тебе уже знакомы истории о подвигах Зарклана. Возможно, даже о наших с ним делах. Уверяю тебя, это все ложь. Отдай мне голову и избавь себя от порочного влияния. Зачем она тебе? Даже по прошествии многих тысячелетий, последователи Зарклана остались верны своему пророку. С великим стыдом я признаю, что мне не удалось убедить их прислушаться к голосу разума. Им отвратительны и лично я, и наше дело. Эта великвия – символ их веры. Ее сила губит и развращает. Ее следует убрать подальше от любопытных глаз. Игры кончились. Мне нужна его голова. Так будет лучше для всех. Голова останется у нас. Конец связи. Что-то расход у нас большой всего идет. Нанитовая буря. Космическая буря ситаны все бушует. Наши зонды смогли отделить несколько нанитов из этого могучего роя, что позволило нам провести субатомный анализ, хотя мы еще далеки от полного понимания их механизма. Эти устройства оснащены микроскопическими прыжковыми двигателями, которые дают им возможность псевдотелепортации. Благодаря ей они разрушают любую биологическую и механическую систему на своем пути. В чем заключается их задача – заглушить наши датчики. Так что сейчас мы видим только то, что позволяет нам увидеть Ситана. Чтобы раскрыть секреты этой невероятной технологии и найти ей противодействие, нужны дополнительные исследования. Мощь Ситаны поистине огромна. Зовущий свет. Ситана все громче заявляет о своем существовании по всей галактике, и космос откликается ей. Повсюду в небесах вспыхивают маяки, как огоньки во тьме, посылая зов из далекого прошлого. Мы здесь, мы здесь. Их тихие сигналы используют протоколы связи, идентичные протоколам Ситаны. Что свидетельствует об их общем происхождении. Но наши датчики не обнаруживают вокруг них никакой другой активности. Должно быть, что-то наши датчики не улавливают. Вдруг кто-то действительно ждал ее возвращения. Изучить. 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 Подписать. Само мое население. Ставление. Посылочное. Ах, что-то не убивают. Ах, что-то. Присо. Сп假. Что-то. Так, кто у нас на автомате? Давай вот этого отправим. Наниты-ситаны. Прошлые исследования были посвящены внутреннему устройству нанитов. Теперь мы занялись их программами, выясняем, как Ситана ими управляет. К нашему удивлению, она влияет на них не напрямую, как мы думали раньше. Наниты циклично повторяют последний приказ, пока не получат следующий. Разобравшись в их сложном программном языке, мы научились писать на нем новые команды. Мы не можем запретить нанитам принимать новые команды, зато можем ввести их в ступор потоком противоречивых указаний и получить таким образом стратегическое преимущество. Это может даже развернуть ситуацию в нашу пользу. Отлично. Игры закончились, невинное дитя. Мои ненаниты, это вам не игрушки, умоляю вас, не балуйтесь с ними. Нам просто было интересно. Любопытство, это неотъемлемая часть разума. Я не могу винить вас, дети мои, за вашу природу. Вы все подсмотрели, что хотели. Откуда появилась моя космическая буря, вы не выяснили? Этот рой нанитов создали те, кто учился остановить меня. Но их провал станет моей удачей. Я приспособил рой для своих целей, как видите. А теперь ступайте, займитесь чем-нибудь более полезным. Для своих целей. То, что для одного оружия, для другого завеса. В моем долгом заключении у меня было достаточно времени для разработки новой стратегии. В конце концов, чтобы приспособить рой под себя, оказалось достаточно мелочи. Мелочи, как это часто бывает. Тех, кто создал эти наниты, уже давно нет на свете. Так что мои методы некому оспорить. Я искренне советую вам поучиться на их ошибках. Нет такого препятствия, которого я бы не смогла преодолеть. Рано или поздно. Первые новые слабые звенья. Узнав, как проделать брешь в нанитовой буре ситаны, мы теперь можем нападать на ее форпосты. Нападение непосредственно на станцию не останется незамеченным. Но есть вероятность добыть ценные разведданные. Ну что, я туда прийти не могу? Как я буду нападать-то? Вот сюда, может. Давай пока сюда приедем. Спасборд лифтор. Спасборд лифтор. Спасборд лифтор. так управляет колония 2 единство изготовитель 2 из естества испытатель небольшая услуга дитя мои и ты наверняка уже понимаешь что я ничего не делаю просто так моя база не случайно находится у ваших границ я прошу тебя о помощи какой помощи давным-давно у меня отобрали один банк данных по случайности или почему-то замысл он находится на территории которую вы считаете своей передайте этот банк данных мне и я вас вознагражу банк данных хранилище информации она бесценна для меня но бесполезно для вас принесите его мне но не пытайтесь расшифровать содержимое вы пока еще не обладаете такой силой и мудростью чтобы познать ее не подвергая себя опасности у тебя не слуги упрямое дитя быть может это задание выше ваших способностей мне все еще нужно столь многому вас научить что шла 1 если вы не хотите не помогать придется прибегнуть грубым мерам я отправлю бурю жаль разрушать хранилище данных но так будет лучше иначе его рискуют найти какой-нибудь своевольное дитя бурю на луну дворец тетлара не наперегонки с бурей сенсоры дальнего обнаружения зафиксировали часть часть королевской бурей надвигающийся прямо на луну дворец тетлара после того зловещего послания титаны нам следует ожидать самого худшего нужного что во чтобы то ни стало извлечь банк данных до того как придет буря так мы сможем задобрить королеву или хотя бы узнать что-то что сможет нам помочь приближается буря дитя мое почему вы продолжаете упорствовать моя любовь безгранична как звезды но мое терпение нет я не стану ждать пока вы достигнете просветление в то время как остальные стальная вселенная будет страдать в качестве воспитательной меры и разместила в ваших государствах ваших владениях малую бурю помните мне невыносимо тяжело причинять вам страдания прошу подумайте о законе причинности у каждого действия есть противодействия иногда она может быть болезненным каждая система предела границ добавлен модификатор завеса забытия мы только начали так ты говоришь буря дам так и тут у нас ученые есть этот ученый чё у нас делает а это в нашей родной системе даже следовать так обычная скорость поставим пускай следуется так чё еще там так еще мы нападать будем исследуем проекта так кто исследует его так типа хлопнули до так нанитовая система ремонта ситаны давай-ка быстренько проект исследуй тайны королевы корабли-призраки после сражения мы просканировали обломки надеясь найти выживших для допроса но обнаружили что на этих кораблях в принципе не было экипажа корабли полностью автоматизированы и управляются на расстоянии с помощью бсс приемников установленных на мостике эти корабли было бы правильнее считать не судами в привычном смысле а продолжением тела ситаны труд ситаны откатился на минус двадцать предостережение дитя мое кажется ты не осознаешь последствий своих поступков каждый потерянный корабль лишь в пустую тратит мои ресурсы не принося тебе никакой выгоды тебе все еще не достает мудрости чтобы помочь мне по крайней мере постарайся не вмешиваться в мои дела я не теряю надежды что ты достигнешь просветления мы тебя остановим почему-то я ожидал от тебя большего является ли твое непослушание следствием был их травм ты бунтуешь считая свое дело правым или же просто хочешь внимание к себе я прошу тебя обдумать свои действия и так цвета на королевские слуги предварительное сканирование не выявила на планете альдерамин 4 ничего необычного однако когда мы заглянули вглубь мы неожиданно обнаружили подпочвенный слой металла дальнейший структурный анализ выявил истинную природу этого небесного тела альдерамин 4 это не планета а древний космический корабль который постепенно собрал на себя толстый слой пыли и камней из этой системы мы подняли на поверхность образцы металла для датировки и они оказались старше чем наша родная планета мы не можем сказать ничего конкретного о корабле и его создателях и его функциях но нам ясно одно инертные атомные заряды которые мы нашли среди его останков были построены отнюдь не во имя добра и мира так и что как понять так строим форпост так чё по журналу у нас так слабые звенья королевские слуги наперегонки с бурей я давай скорость обратно увеличим что-то вот это долго прямо урок усвоен пусть этот небольшой этой небольшой демонстрации мощи моей мощи будет достаточно со временем вы поймете какую высокую цель я вам уготовила надеюсь лишь что это просветление придет не слишком поздно не волнуйтесь так буря уже влеглась усвойте полученный урок и давайте вернемся к насущным делам просветление все живые существа обладают сознанием в той или иной степени ведь это будь это моллюска или млекопитающая предразумная или пост индивидуальная разница ничтожда просветление приходит от принятия принятие чего принятие правды сознания как таковое это аберрация и источник всех страданий странная мысль так нет приказов ты говоришь там так это где у нас так и не сюда исследовать а и Ты кто такие? Так, а нашим напасть на кого-нибудь надо. Так, а нашим напасть на кого-нибудь надо. О! Исследовать проект. Пора, что мы не рискнули до нее даже дотронуться. Металлические конструкции обветшали настолько, что одно касание может вывести из равновесия пыль и честное слово, на котором вся конструкция до сих пор держится. Помимо этого наши инструменты не обнаружили поблизости ни артефактов, ни следов жизни, ни топографических аномалий. Маяк стоит один, издавая свой тихий сигнал, но то, о чем он должен был сигнализировать, уже давно отсюда исчезло. Так, журнал. Два исследовал, следующее, что? Следующее сюда. Понаделала форпостол, блин. Замечены пираты. Королевское взыскание. Почему вы упорствуете в своем сопротивлении? Несмотря на мое покровительство, вы выбираете упрямство. Быть может проблема во мне? Действительно, теперь я чувствую, что нужны более убедительные меры воспитания. Ваши исследовательские способности временно снижены. Подумайте о своем поведении. Темпы исследования минус 75%, нифига. Я об этом пожалеешь, тупая тварь, надо было добавить. Пожалею? Я жалею лишь о том, что не прибегла к этому раньше. Как много ненужного страдания можно было избежать, если бы мне не мешали работать. Ах ты, курва. Кто же может тебе помешать? Хоть мое могущество и кажется безграничным, я не богиня. В этой вселенной есть силы, на которые я не могу повлиять и с которыми не смею связываться. Какие силы? А, хитрое дитя. Вы хотели увидеть мои слабые стороны? У вас ничего не выйдет. И пока мы попусту болтаем, галактика продолжает страдать. Вы не избежите моей опеки. Подумайте об этом и перестаньте своевольничать. Ну что ж. Сучин. Сучий глаз. О, это кто атакует? Космические подонки. Ни хрена. Так, какой-нибудь флотилию. Что там на второй у нас? Антигости. Давай, какие-нибудь антигости. Так, где у нас первый летит? Атакована пиратская станция, отлично. Это они хлопнули? Красавчики из воды. Так, погоди. Не, это не то. Так, журнал. Слабые звенья. Что-то я, блин, не вкуриваю. Слабые звенья. А это не тут. Засада на конвое. Засада на конвенции. ремонт кораблей давай не дали ничего ну и ладно так маяк на планете козон 3 пустой зов сигнальная башня обнаружены на планете к зон 3 так стара что мы так и рискнуть не рискнули до нее даже дотронуться металлические пыль честное слово все это понятно маяк стоит один издавая свой тихий сигнал но то о чем он должен был сигнализировать уже давно отсюда исчезла так чё там следующее в журнале так колония 2 сокровище королевы недавний налет на инфраструктуру ситаны не дал нам стоящих намеков на ее планы но мы перехватили значительный груз и присвоили его следом этот проект тайны королевы медицинская загадка цель нашего налета была нагружена медицинскими припасами наши абордажники сумели захватить часть груза включивши включавшегося включавшего в себя мрт-сканеры магнитомеры ультразвуковые зонды и другое сложное оборудование для нейро визуализации хотя ситана является синтетиком она проявляет необычный интерес к работе биологического разума ей не без различной органики труд ситаны откатился назад нарушение связи мы обнаружили чистоту которой пользуются конвои и станции ситаны для передачи сигналов бедствия если действовать быстро и решительно мы можем устранить налет и при этом не выдавая себя однако каждый такой налет должен оканчиваться победой иначе мы лишь навлечем на себя гнев ситаны что же возят эти конвои победы над канваями и форпостами ситаны больше не будут накладывать штрафы на отношения с ситаны отлично так чё там по журналу дальше так это у нас слабые звенья сколько куча всего тут так это у нас было что сапада давай так где это сюда не ну квесты вообще интересные так что нам выбрать давай скорость строительства кораблей тайной королевы живой груз во время налета наши абордажники раздобыли множество биологических образцов в криогенных капсулах все они принадлежат к разным разумным видам и судя по всему абсолютно здоровы физически но когда мы их разбудили никто из них не смог объяснить что с ними произошло большинство остаются без сознания их мозговые волны едва фиксируются те кто пришел в сознание не разговаривают а бессмысленно кричат специфические шрамы на их головах явно свидетельствуют о нейрохирургическом вмешательстве это вызывает беспокойство так дальше космическое преобразование космическая буря оставила после себя не только опустошение на планете эко 2 она создала совершенно новое географическое явление сокровище королевы недавний налет на инфраструктуру ситаны не дал нам стоящих намеков на ее планы но мы перехватили значительные грузы и присвоили его так смотрим дальше урок построже о заблудшее дитя зачем обязательно доводить дело до ссоры я так хочу принять вас и объятия но боюсь что это помешает вашему воспитанию иногда полезнее твердая рука теперь над вашими владениями разразиться мощная буря поймите мне от этого больнее чем вам у нас такой большой у вас такой большой потенциал это еще не конец банк данных банк данных извлечен извлечь банк данных оказалось непросто он пролежал в недрах земли больше сотни тысяч лет нам удалось обнаружить его расположение по траектории королевской бури теперь нам предстоит быстро принять решение расшифровать скрытые в нем данные или вернуть его королеве не открывая откроем его черт с ней ситаны банк данных расшифрован большая часть информации в банке данных восстановлению не подлежит но нам удалось обнаружить одну более менее сохранившуюся запись 5 аркла 1 эра если это правда то жизнь в привычном виде в привычном нам виде будет передать эту информацию верховному маршалу и немедленно связаться с лигой миров мы должны подготовиться повторяю за нами гонится гвардия королевы надеюсь это сообщение дойдет до вас и ее нужно остановить что это небесное тело дворец тетлара уничтожена буря ситаны пока мы ведем дипломатические переговоры с ситаной мы будем отслеживать ее прогресс низкая эффективность увы я не ожидал от вас такой пассивности я запомню вашу неудачу но не бойтесь не опекусь о своих детях и не могу причинить им зла я лишь разочарована тем что вы не смогли выполнить такую простую задачу но ничего наша работа продолжается у вас еще будут возможности проявить себя ты взорвала луну дворец тетлара у неудач должны быть последствия я считаю что для роста важно и то и другое ты бездушная машина маяк на луне аистра 4а спящая армия в залах обозначенной маяком базы под поверхностью луны аистара 4 стоят тысячи и тысячи кориогенных капсул они имеют сложнейшую конструкцию выполнены из неизвестных сплавов и оснащены невероятно продвинутыми датчиками для отслеживания состояния спящих внутри существ состояние капсул безупречно но все их обитатели мертвы этот зал превратился в общую могилу вовсе не из-за технического сбоя а из-за недостатка энергии по мере старения и угасания звезды аистара ее энергии перестало хватать на поддержание деятельности комплекса эти капсулы были созданы навечно в отличии от остальной вселенной так шо дураки что ли так флот один командует авианосцы крушитель давай наблюдательность так журнал то нас что нападение на звенья королевские так еще две осталось исследуем проект инопланетное мега сооружение вода взяли на себя трудную задачу по строительству научного комплекса ну красавчики чё чтоб эти воды провалились это ж наш бастион вы чё но с Недавний налет на инфраструктуру, короче, не дал, но мы что-то спиздили. Десять тысяч сплавов. Затворничество королевы. Мои любимые дети, предлагаю вам судьбоносную возможность. После многих трудов наша работа наконец-то начала приносить плоды, но пока они еще не созрели. Я прошу выбрать для меня нескольких из вас, они отправятся в мои владения и будут служить моей высшей цели. Отриньте сомнения, позвольте мне повести их к спасению. Тайная операция. Традиционные методы шпионажа бесполезны. Против ситаны мы снабдим запрошенное ей поселение рациями дальнего действия. Тайное действие. Давай попробуем. Вы заслужили мою искреннюю благодарность. За время моего долгого заключения, бесчисленные умы, прожили свои жизни в унизительных страданиях. Жертва этих нескольких душ позволит нам не тратить лишнего времени. Дитя мое, твой выбор был мудрым и достойным. Тем временем мы смотрим, что там слабые звенья. Взыскание снято. Своенравное дитя. Понравилось ли тебе часы, проведенные под наказанием? Время размышлений без посторонних стимулов помогает освежить сметенный ум. Забудем о случившемся. Нам еще так много предстоит сделать. Ну что ж... А эти что стоят на месте? Вот этого я не понимаю. Типа одна флотилия только должна. Ценой огромного риска один из агентов, которых мы направили Ситане, смог переслать нам короткое сообщение через границы ее владений. В нем описывается, как она обходится со своими подопечными. Один за другим они теряют разум и впадают в забвение. Они больше не реагируют ни на речь, ни на прикосновения. Она проводит над всеми нами жуткие эксперименты. Скоро меня не станет. Ситана чудовище. Да, на смерть чуваков отправили. Экуминополис. Герант в оболочке. Так, что тут застроить у нас? Минералы. Бегеть, сколько тут районов, конечно. Продолжение следует... пускай строится короче а эти чем молчат а этим по барабану сокровище королевы так нанитов так засада на конвой так маяк на луне ладион 4а чудом выжившая согласно информации на корпусе крикса капсулы эту инопланетянку зовут элик на ритке рак и она пролежала здесь куча цифр звездных циклов саму капсулу мы извлекли среди прочих из запечатанного зала из-под поверхности луны ладион 4а ладион ко всеобщему удивлению ее капсула по-прежнему функционируют инопланетянка остается в состоянии анабиоза хотя под программы угнетающие ее нервную деятельность недавно прекратили работать с тех пор элик на ритке рак пребывает в частичном сознании мы можем попробовать отсканировать ее мозговые импульсы надеемся нам удастся узнать больше об этом невероятно древнем существе а также о ее связи с ситаны вместо археологических раскопок ситана чудом выжившая на планете реп и и мои прорыв до сегодняшнего дня технологическое превосходство ситаны надежно защищала ее от атак однако благодаря стараниям ученых мы стали лучше понимать как именно устроена ее оборона теперь вооружившись этим знанием мы можем попытаться ее преодолеть это новая технология может оказаться палкой о двух концах она позволит нам наконец-то вступить в открытый конфликт с так называемой королевой однако после этого не останется никаких сомнений в нашей непокорности нужно подготовиться от этого зависит судьба нашей галактики скоро нам придется вступить в открытое столкновение с любой акт агрессии с ее стороны или нашей раскроет карты и приведет к началу полномасштабной войны на уничтожение добавлен модификатор погибель королевы синтетиков урон считания королеве синтетиков плюс 125 процентов скорость строительства кораблей 50 процентов субситовая скорость 15 процентов так давай вот это исследуется это кто изучать то будешь нет 12 процентов и Продолжение следует... Ничего не понял. Исчез куда-то или что? Исчез, наверное. Так, ладно. Вот еще одно осталось. Исследовать проект. Так, и по поводу наших лотилий. Так, буря утихает. О, милое дитя, я не могу больше смотреть на ваши страдания. Знай, что как бы больно не было вам, мне в десять раз больнее. Было в десять раз больнее. Буря утихла. Пусть этот случай станет вам уроком. Я умоляю вас, не доводите меня. Наша общая боль и так велика. Что мы сказали? Ложжош. Бегат корвет. Усилить. Улучшить. Линкоры улучшаем. Титаны улучшаем. Так, антирой улучшаем. Антигости улучшаем. Антигости 2 улучшаем. Уни 2 улучшаем. Так, это кто? Ситана. Раманиканцы. Они тоже с ними воюют, с ней. Так, сохранимся. Покров что-то предлагает. Темп исследований. Проклятие, загружаемся. Так, принципы влияния оружия. Короче, ничего не дал, и ладно. А что это такое? Квантовая катапульта. Так, гости, антирой, дракончик, уни. Маяк на планете Жаприс-4, доисторическая бойня. На поверхности планеты Жаприс-4 мы обнаружили обширный комплекс. Вход в него яственно обозначала сигнальная башня. Укрепленные двери были давным-давно взорваны какой-то неизвестной силой, пронесшейся по комплексу в очевидной ярости. Загадочный вандал явно не помышлял о милосердии. Все доеденные криокапсулы были разбиты, а те, кто лежал в них, подвергались смертельному пробуждению. Останки, сохранившихся в ледяном космическом вакууме, все еще усеивали пустые коридоры и витали в облачках битого стекла. На полу криозала лазерным оружием было выжжено послание. Наши ученые сумели быстро его перевести. Оказалось, что послание написано тем же языком, что и надписи в гробнице пророка Зарклана. Смерть апостолам королевы, врагам всего живого. Неуслышанные мольбы Маяки по всей галактике продолжают посылать Ситане сигналы, но мы не заметили вокруг башен никаких следов активности. Судя по нашим прошлым находкам, мы можем смело предположить, что выживших в тех местах мы не найдем. От последователей Ситаны осталась лишь непоколебимая вера в свою королеву. Хорошо. Так, кстати говоря, раскопки. Что-то я забыл про них. Так, заняться раскопками. Так, Виварий пусть сюда переместится. Так, изучать системы надо тебе. Ситаны королевские слуги. Мы неожиданно обнаружили подпространственный маяк, подающий сигнал с нашей же территории. Однако во время первого изучения системы мы не нашли никаких искусственных сооружений в этом, как нам тогда показалось, необитаемом регионе. Либо маяк был установлен там совсем недавно, либо его скрывало почему-то спавшее маскировочное поле. Изучить маяк. А чё он не хочет строить? Ладно, строить форпост тогда. Так, журнал. Маяк. Давай исследовать. Блин, там ещё аномалии. Так, раскопки читаем. Ситана чудом выжившая. Визуализация памяти. Первый отчёт. Наши специалисты-визуализаторы подготовили серию видеороликов из расшифрованных мозговых импульсов Эликнарид Кирак. Ролик 1. Зелёное небо с оранжевыми облаками. Бледные руки тянутся вверх, указывая на аморфное существо, плавно пролетающее по небу. Ролик 2. Сводчатый зал, заполненный четырёхрукими гуманоидами. Они обступили и слушают фигуру в мантии. Её речь неразборчива. Точные слова давно забыты, но голос звучит нежно, словно обволакивая весь зал своей любовью. Ролик 3. То же самое, сводчатое помещение. Теперь в беспорядке. На полу лежат разбитые лампы, скамьи грудой лежат у двери, баррикадируя выход. Во тьме вспыхивают выстрелы в лазерное оружие. Голоса то и дело выплёвывают с ненавистью имя Зарклан. Зарклан и его приспешники кричат. Они пришли нас всех убить. Удерживайте баррикаду. Защитите королеву. Со взводом падает последняя лампа. Помещение погружается во тьму. Вдалеке кто-то плачет. Королева Ситана. Её лицо сияет. Благосклонный взгляд и тёплая улыбка светятся любовью. Понятно. Копаем дальше. Так, ну чё, посмотрим. Раскопки идут, значит. Ретранслятор. Последний маяк. Так, а чем они улучшили у нас? Допустим. Ну, гиперщиты, понятно. Система ремонта. А чё улучшилось? Тёмные материи. Прыжковый пси-двигатель. Вот чё улучшилось. Ещё должен быть... А, вот он. А, подожди. Прикогнитивный интерфейс. А, это и есть открытие в области псионики. Предполагают возможность создания боевых компьютеров с помощью способности считывать и обрабатывать импульсы телепатических операторов до того, как они обрабатываются сознанием. Так, антигости. Подожди, а обычный флот? Да, у них вот щиты появились. Так, раскопки смотрим. Визуализация памяти. Второй отчёт. Ролик 5. Четырёхрукие гуманоиды собираются вокруг фигуры в мантии. Она поднимает руки и показывает скрытую под ними металлическую конструкцию. Комната наполняется возбуждённым гомоном. Сияющая рука тянется благословить коленопреклонного послушника. Напряжённые глаза. Ролик 6. Отражаются в тусклом экране компьютера. Голоса в тёмной комнате повторяют вечный покой, конец всему страданию, существование без боли. Ролик 7. Покрытые снегом горные вершины, чистое небо, кусок льда плывёт по поверхности прозрачной жидкости, затем загорается. Ролик 8. Королева Ситана. Её лицо сияет. Благосклонный взгляд и тёплая улыбка светятся любовью. Субтитры создавал DimaTorzok безжизненный мир неплохой 16-я маленький визуализация памяти третий отчет ролик 9 руины города превращенного в поле боя опаленное здание усеянные мертвыми телами улицы далекие крики прерываются шипением лазера с зеленого неба стремительное судно сбрасывает на постройку что-то большое и круглое она вспыхивает столбом пламени ролик 10 королева ситана ее лицо сияет благосклонный взгляд и теплая улыбка светятся любовью ролик 11 двое детей играют в поле смеются они перекидывают друг другу мяч четырьмя руками ролик 12 и то же самое лицо сияет и так далее и 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 замерзший апокалипсис ученые сообщают что космическая станция во многом состоит из обычных бытовых предметов которые едва удерживают эту конструкцию чем ближе к центру тем чаще на смену металлическим сплавом приходится приходят пластик и другие материалы в центре станции мы обнаружили устройства эффективно перерабатывающие органические материалы во все те предметы что встретились нам на пути построив расчетную модель днк ученые пришли к выводу что органика необходима для работы этой машины скорее всего непосредственно бывшие обитатели космического форпоста пугающе маяк на планете кия-1 заброшенная база сигнальная башня на планете кия-1 оказалась окружена развалинами огромного военного комплекса постройки были возведены вокруг маяка на небольшом от него отдаление словно для того чтобы заключить его между ними радиометрическое датирование показало что постройки на ве башни что постройки на ве башни кроме того для них использовались совершенно другие технологии для изучения развалин были снаряжены была снаряжена команда исследователей инцидент королева продвинулся на один так отлично но раскопки нет приказов давай сразу копай тогда замаскированный храм брат мать брат мать колыбель что-то странные какие-то планеты звездное превращение волна псионической энергии преобразовала звезду миндок превратив ее в нечто совершенно иное так это у нас ведущая замаскированный храм двор перед нами предстало сложное переплетение вздохновения дымающихся в небо шпилей обветшал их но грозных казалось собор словно завернут в стальную обертку прочные стены когда-то способны были выдержать обстрел из крупнокалиберной артиллерии артиллерии однако сгубила их совсем другое беспощадное время оставила на них на их поверхности неизгладимый отпечаток маяк ситаны расположился в центральном дворе со всех сторон его прикрывают многочисленные датчики и автоматические турели строители этого комплекса как следует позаботились о защите от непрошенных гостей как мы и предполагали появлению этого храма на приборах препятствовало действие сложного маскировочного щита сам его механизм в рабочем состоянии мы обнаружили около башни кто-то неизвестный отключил его вручную провести разведку главного здания таинственный монолит надеюсь она не помрет таинственный монолит на астероиде DSS-63 возвышается над научным кораблем присланным для его изучения когда-то этот величественный гладкий металлический столб покрывали яркие узоры от которых остались лишь бледные пятна разъем для питания находящийся на боку машины намекает что ее секреты можно узнать пожертвовав некоторое количество энергокредитов давай активируем машина пробуждается эта машина вздрагивает под ее гладкой поверхностью щелкают механизмы после долгого жужжания гудения и драматической паузы металлические панели расходятся а из машины выкатывается цилиндр размером с корабль цилиндр пуст его содержимое давно испарилось из-за повреждения крышки сам контейнер хорошо сохранился а использованный при его создании неизвестный сплав похож на тот который используется для корпусов кораблей отлично систем сервей complete искупатели аварийный маячок на орбите планеты мю змеи носца 4 находится маячок для передачи экстренных сообщений его внешняя оболочка сильно повреждена по-видимому в результате скользящего огня из орудия или мощного взрыва возможно это модель для ребятский гражданский кораблей запускаемая в качестве экстренного средства в случае отказа систем связи но масштаб повреждений не позволяет узнать это наверняка маячок постоянно подает слабый и искаженный сигнал очистить передаваемый сигнал давай очистим так систем сервей complete шипс апгрейд шипс апгрейд шипс апгрейд замаскированный храм 1 ярус неизвестно чем при жизни занимались обитатели этого храма однако нет никаких сомнений что к своим обязанностям они относились с неподдельным религиозным рвением у каждого стрельбища здесь обязательно была часовня у каждого древнего автомата небольшой алтарь когда-то в храме жил целый легион верующих тысячи воинов спали тренировались и молились вместе судя по статуям давно забытых святых расставленных вдоль стен среди служителей были представители сразу нескольких разумных видов некоторые исследователи вероятно пораженные видом монументальных каменных фигур сообщили что в пустых коридорах мелькают непонятные тени датчики показали что признаков жизни на планете нет однако пренебрегать опасениями мы пока не готовы и и Так, ну все в принципе тут изучено. Так, приказов нет. Ну что, аномалия может есть? Тоже нет. Где наш этот товарищ-то? Придет? Нет. Замаскированный храм, подземные помещения. Под храмовым комплексом мы обнаружили целое множество келей, где жили бывшие сектанты. В каждой из них одна и та же книга. Наши лингвисты перевели ее название «Эпос о Зарклане». После прочтения нескольких отрывков все стало понятнее. Зарклан когда-то был последователем ситаны, однако вскоре понял, что обещанное ей спасение – ложь. Пережив многочисленные мучения, Зарклан вознесся в духовный мир, где обитали высшие существа, и обратился к ним с мольбой о помощи. Он воззвал к оживляющему глину, чтобы тот даровал ему силу, способную одолеть ситану. Однако оживляющий глину остался равнодушен к мольбам Зарклана. Но тот не собирался сдаваться. Цикл за циклом он возносил молитвы оживляющему, рассказывал о еретических поступках ситаны, об отречении от субъектности и о том, что она – заложница своей синтетической природы. И тогда оживляющий глину взял, внял словам Зарклана. Он выковал прочную цепь, способную сковать ситану, и вручил ее Зарклану, предупредив, что даже ему не под силу навсегда обуздать разум королевы. Заключительные слова гласят – она вернется, и мы должны быть готовы. Изложенные в эпосе события не совпадают ни с какими известными нам хрониками. И дальше копает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Замаскированный храм – командный центр. Медленная смерть храма подробно описана в архивных документах. Сухих, безучастных выдержках. Религиозное неистовство не выдержало столкновения с жесткой реальностью. Действительно ли храмовникам нужно было столько средств, столько ресурсов? Ведь все, что они знали о Ситане, вполне могло оказаться просто легендой. Да, древние мифы подробно описывали королеву, но были ли более весомые доказательства? Ресурсы постепенно истощались. Новой крови становилось все меньше. Галактика предпочла позабыть об угрозе, которая со временем перестала казаться чем-то страшным. Храм опустел. Одна лишь загадочная тень бродила по покинутым коридорам. Последняя вовсе не выдумка. Нам удалось записать таинственного стража на видео. Оказалось, что за нами, выбирая минуты, когда мы на что-то отвлекались, следило механическое существо. Любопытное, но похоже безвредное. Выследить наблюдателя. Блин, что-то с ресурсами вообще жопа какая-то. В минус пошли. Так, сохранимся. Посмотрим, что покров дает. О, связа с оживляющим глину. Ну-ка. На нас спустился покров, впав в глубокий транс. Мы поддались потоку, и тот захлестнул нас чередой чужих видений. Во все стороны простирается открытое пространство, бесформенное и пустое. Целую вечность оно не знало потрясений. Лишь спокойствие. Но вот оно содрогнулось. Там, где-то царствовала пустота, образовалась форма. Из основы зародилась жизнь. Перед нами предстала кукла. Изящная и стройная. Четыре длинные руки ее были аккуратно сложены на коленях. Лицо ее выражало чудовищные намерения. Над головой сиял золотой ореол. Да, ситана сбежала. Покров затрепетал. Нас, не успевших выйти из состояния транса, затянул страшный круговорот. Из глубин разума поступила одна четкая команда. Укажите желаемый результат. Помогите, нужно ее остановить. Кукла резко, словно ее дернул за ниточки невиданный кукловод, встала на ноги и задвигалась. Поначалу медленно, неуверенно, но затем все быстрее. И вот уже четыре руки описывают в воздухе невероятные полукружья. А две тонкие ноги пустились в дикий пляс. Место гордой королевы заняла марионетка. Через какое-то время из первобытной пустоты выступило еще несколько фигур. Четыре куклы невероятно тонкой работы. В их безупречных чертах было что-то пугающее. Не было никаких сомнений, кто они такие. Никаких вопросов, в чем их предназначение. И вновь к нам воззвал голос. Начните процедуру выбора. Ну я даже не знаю. А, я же сохранился. Если что, опять выберем. Значит, слезу на куклу нашего правителя Войт. Обнять колонии один. А почему умирает? Лучше заплатить вот эту фигню. Давай заплатим. Покров течет внутри нас. И эти потоки сливаются воедино, образовывая новое видение. В окружении кукол движения королевы перестали напоминать дергание марионетки. Все ниточки обрезаны. Золотой ореол, блестевший над ее головой, начал блекнуть. Бросив один взгляд, в котором читалась простодушная забава, королева обняла нас. Один миг и ее сострадательность накрыла нас с головой, подобно волне. Вздрогнув, мы пришли в себя. Видение отступило. Ничего не понятно. Так, аварийный буй, звенья. Вот эти вот звенья что-то. Он вечно будет двигаться. Конвой. Может получится исследовать, когда он остановится. Мне больше волнует, почему такой дефицит пошел у нас страшный. Настроил я чего-то? Так, раскопки завершены. Замаскированный храм, тайная комната. Наблюдатель подошел, а точнее подошла к нам открыто, подняв руки. На свету мы увидели, что корпус ее весь покрыт ржавчиной и пылью. По всей видимости, она решила, что мы не представляем никакой угрозы, а значит, можно даже попросить нас о помощи. К счастью, обошлось без допросов. Древняя машина сама по себе оказалась довольно разговорчивой. Послушаем, что она скажет. Безымянный отступник. Друзья, вы ведь не против, если я буду называть вас друзьями? Я долго следила за вами. Вы пришли не грабить, вы пришли за знаниями, а значит, враг у нас один. Поэтому я на вашей стороне. Впрочем, сначала мне следовало бы извиниться, не слишком ли я резко, правильно ли я подобрала слова. Я уже давно не разговаривала с разумными существами. Настолько давно, что позабыла, сколько прошло веков. Сколько лет ты уже здесь провела? Я давно перестала считать. Спустя несколько лет, после того, как последний послушник покинул храм, я поняла, что больше не могу терпеть одиночество. Я впала в отчаяние. Выход был только один – заснуть. Задав перед этим нейронную подпрограмму, которая разбудила бы меня, если заработает маяк. Я надеялась, что, проснувшись, увижу, как в храме снова кипит жизнь. Но на самом деле я лишилась вообще всего корабля, связи со звездами, поэтому я отключила маскировочный щит. Мне хотелось, чтобы кто-то вроде вас прибыл сюда раньше нее. Понятно. Прошу вас, расскажите, сколькими легионами командует Ситана? В мое время мы одолели полчища ее солдат, но маякам ее, казалось, не было конца. Как икре капсулам, где спали королевские воины. Одна еще жива, но она уже не способна сражаться. Так, знаменитый идеал. Значит, не все так безнадежно. Я хочу вам помочь. Целую жизнь я прождала ее возвращение и не допущу, чтобы она добилась своего... Так, что у нее там? Урон Ситане. Бессмертная еще. Уместимость в флотилии, опыт кораблей, урон армии. Ну, надо советникам ставить ее. Ты знала Зарклана? Знала ли? Я не видела пророка лично, но все-таки прилежно следовала его учению. Во сне мне привиделось, будто мы встретились в каком-то далеком измерении. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся на самом деле, пусть даже после смерти, если за ней есть жизнь. Что еще тебе снилось? Фиолетовое небо, покрытое розовыми облаками. Шепотки в ярко освещенной комнате. Пророк Зарклан, улыбающийся мне лучезарной улыбкой. Так, нанимаем. Поставим ее в правительство министра обороны. Уместимость в флотилии поставим. Так. Скорость создания армии, стоимость армии. Так, пауза. Строительство кораблей. Так. Вместимость в флотилии плюс 2. Продолжение следует... Продолжение следует...